В рамках проведения месячника по уборке и благоустройству с 10 октября по 11 ноября особое внимание со стороны городской администрации уполномоченных служб уделяется всем субъектам хозяйствования, частным лицам. Участие в месячнике должен принять каждый и привести в порядок прилегающую территорию. Контроль за уборкой осуществляет санитарно-эпидемиологическая служба и горроинспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды. Как показали результаты обследования территории города, есть еще над чем работать. На аппаратном совещании в горисполкоме начальник Пинской горроинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Надежда Михнюк демонстрирует слайды, на которых отчетливо видны недоработки. На отдельных улицах, как на окраинах города, так и в центре зафиксировано несанкционированное размещение строительных и бытовых отходов. Предприятиям и частным лицам выдаются рекомендации, нарушения устраняются. Остается открытым вопрос по площадкам для крупногабаритных отходов. Население возле заблуденных контейнеров, возле контейнеров не раздельного сбыва отходов, значит они устраивают, скажем так, свалки вот этой старой мебели, крупногабаритных отходов. Как один из способов решения проблемы – установка фотоловушек на таких площадках, для того, чтобы фиксировать нарушения и выявлять недобросовестных людей. Везде, вот для каждого сбора мусора, вот где стоят контейнеры, мы эту площадку не сделаем, так? Человек должен заказать автомобиль, заберут, заберут, вывезут куда надо. Сколько стоит видеокамера? Месяц. Что мешает взять вот десяток переносных и, потому что каждый раз, вряд ли, то мусор крупногабаритный, то растительные остатки вывезли, наутро появились, так? Что мешает нам десяток камер и мобильно их передвигать? У нас есть пятерка адресов, где это постоянно появляется. На их примере их можно отрабатывать. Этот вопрос по выявлению лиц, которые приносят крупногабарит, и о наказании. Руководству ЖРЭУ было поручено усилить работу по контролю за складированием крупногабаритных отходов. К концу осени в Пинске дополнительно появятся стационарные площадки для крупного мусора. Проблемными местами в городе по-прежнему остаются все пустыри. Были продемонстрированы фотографии пустырей, расположенных на территории ЖЭСа номер 3, где постоянно образуются свалки. Мусор сюда выбрасывают жильцы близлежащих домов. Работники ЖЭСа эти свалки убирают, но спустя время все повторяется. Вот пустырь по Держинскому тоже, значит, населением уже там организована свалка и растительных, и строительных, и какой-то оставшийся ментальный замусор, и там, скажем так, значит, по Кузнечной тоже пустырь, тоже в прошлом году, и весной там навели порядок, покосили, но остались растительные остатки, и уже, скажем так, появляются бытовые отходы. В первичный турник соглашаем руководителей предприятий наших, да, сюда ЖЭСы тут присутствовали тоже, да. Все мероприятия, которые вы наметили, они должны быть в золотом, но санстанция, вы везде в течение недели все проверили, и все равно будет сохранено. Где являются эти сухие ветки, где бутылки, где на территориях тоже санстанция должна посмотреть, что делается. Вот, что видите, проблемы периодически, если не дергаем, возникают. До окончания месячника осталось всего 10 дней, но работы, по словам контролирующих служб, в городе еще много. Точки приложения сил есть на территории каждого ЖЭСа, каждого жилищного или гаражного кооператива, каждого предприятия. Большое внимание уделяется озеленению улиц города. Акции по посадке молодых деревьев также проводятся повсеместно. 29 октября состоялась массовая акция «Дерево героя», приуроченная к Году исторической памяти, которую организовало Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды. В Пинске ее провели на улице Минеева. В акции принимали участие более 100 человек. Во время акции высажено 350 туй. Очень активно принимали участие учащиеся средней школы номер 16, экологического центра, Пинского аграрно-технологического колледжа, также сотрудники гороинспекции, лаборатории аналитического контроля, гидромета, сотрудники ЖРЭУ и другие заинтересованные организации. В эти благоприятные осенние дни молодые деревья и кустарники высаживают различные общественные объединения, организации и учреждения, внося этим самым свой вклад в благоустройство и озеленение Пинска.